всем привет вы спросите что происходит а просит происходит гостевой обзор канал portofai в гостях у магазина sound магию и и сегодня я расскажу о наушниках wf 1000 xm от компании sony я давно вынашивал мысль протестировать скажем наушники true wireless модные по формату от скажем так брендовых или как бы их назвать от производителей с теми производители тех брендов которые известны за пределами узкого аудиофильского круга и к сожалению как бы из-за текущей ситуации я не успел себе добыть на обзор airpods prone и ряд других моделей которые хотел бы послушать и сравнить но вот sony приехали и сегодня поговорим о них думаю что компанию представлять особо не надо вот их true wireless модель которая предлагает также активное шумоподавление и собственно это забегая вперед это лучшее шумоподавление вот в этом вот true wireless форм-факторе она реально хорошо работает не так хорошо наверно как у полноразмерных наушников но для вкладышей действительно они впечатляют но поскольку обзор у нас гостевой то скажем давайте положим ноги на стол и я отойду от своей типичной схемы и давайте сразу начнем со звука но почему бы и нет в общем-то удивителен тут первый удивительный факт на самом деле из всех поддерживаемых кодеков тут есть только с sbc поэтому никаких вам и 5x и даже ldc не поддерживается то есть вот если в качестве транспорта у меня будет fio m11 pro виде никакой никакие буковки к значку bluetooth не переписаны поэтому это означает что у нас обычная sbc но инженеры sony были были бы не инженерами sony если бы не их умение программировать и этот как раз тот случай когда софтовые решения всякие цифровая обработка сигналов и прочее 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 они очень сильно рулят и в общем-то наушники звучат действительно хорошо конечно же их не сравнить с чем-нибудь проводным но скажем для вот такого true wireless форм-фактора и скажем не вдаваясь какую-то аудиофилию для скажем так это для широких масс это очень классный звук он в меру вовлекающий он в меру приятный чуть-чуть подчеркнуты низкие частоты скажем чуть-чуть подчеркнуты верхние частоты разумеется bluetooth кодек тут берет свое и глубокий бас упрощен но скажем цифровой процессор опять же рулит и выравнивает вот это вот глубокие низкие частоты под немного их восстанавливая скажем также легко восстановить высокие верхние частоты не получается но скажем тут это не то что наверно большинству покупателей этих наушников вообще необходимо в общем бас такой вот мощный телесный с хорошей упругостью нормальной глубиной нормальное разрешение как бы не супер скоростные не там мега детальны но приятно вовлекающую и скажем как бы это сформулировать то баса тут хватает в большинстве случаев то есть это как бы не наушники для выслушивания там какой-нибудь там второй струны и контрабаса хотя на самом деле тоже звучит весьма неплохо но это наушники для того чтобы наслаждаться музыкой в целом ну и как обычно я привожу примеры сегодня у меня будет подборка исключительно из двух украинских исполнителей и первый это анука видлик скажем много электронного баса но при этом наушники с ним справляются отыгрывают его с хорошим контролем и и главное что нужно для наушников для такого от наушников для такой музыки они хорошо строят вот контраст между басовой линии и насыщенной серединой верхними частотами которых у ануки очень много и это строит приятный контраст и вот такие треки тогда звучат максимально эффектно и конечно же сони это удается немного позже поговорим про их приложение для настройки и в общем то для любителей низких частот эти наушники отдельно хороши потому что баса тут можно накручивать много и скажем накручивал косу не работает лучше чем накручивалки других производителей им это здорово получается средние частоты тоже скажем нормальные по разрешению чуть и они чуть и чуть меньше чем баса поэтому они чуть чуть больше отведены на второй план но скажем это соответствует характерной кривой нашего слуха разрешение скажем для true wireless наушников хорошие по сравнению с проводными наушниками конечно же хуже но опять же это то что мы платим цена которую мы платим за удобство и за комфорт при повседневном прослушивании и собственно что еще сказать неплохо ему дается воображаемая сцена она чуть-чуть скажем преувеличивается наушниками видно что работает этот цифровой процессор но опять же скажем это то что от них ожидаешь и то что им правильно удается и еще один кстати трек для для демонстрации низких частот это вот группа которая будет ответственной за все остальные наши примеры это мотанка одна из сенсаций в мире металла последних ладно может быть не в мире металла ну скажем в на украинской тяжелой сцене она они действительно прорулили и даже добились неплохого признания во всем мире порвали в акен open air битву групп новичков повезли на второе место и собственно влетели на волне этого успеха на на по-моему nuclear blast правильно или на palm records что-то я запамятал общем на один из этих лейблов и выпустили прекраснейший альбом конечно я хотел бы сказать что это самая крутая украинская группа но на самом деле у нас много хороших в украине групп и 1914 и джинджер хотя джинджер это немного не мое скажем эстон и джизус но вот мотанка это вот то что мне такой стиль который подходит больше всего мне я очень люблю скажем театральный металл то есть когда там много каких-то фолковых инструментов оркестр хор и все это интересно необычно но а если это замешано на родном украинском фолке но это вообще 10 из 10 просто не без проблем а тут как бы есть и цимбалы и фолковые распевки и хоры и прекраснейший вокалист и необычная мелодия в общем группа не группа а сказка конечно в них надо немного въехать но после этого как бы их начинаешь любить шикарнейшие у них представления в общем посещать их концерты ну когда закончится карантин вот собственно босым и нишками я выбрал потому что тут начинается ударный и и действительно очень хорошая хорошо они отыгрывают вот эту вот живую ударную стану ну или как это назвать ну живую да наверное не синтезированную ударную линию ну а трек для средних частот это вот то что мне первое подкинул когда-то youtube и после чего я в эту группу влюбился этот клип он прекрасен ой ты моя земла это вот прекрасная в прекрасный трек фолковый с хорошим шоу к нему прилагающимся и как это начинается он с хорового даже не с хорового а начинается с вокала а потом резко вступает тяжелая часть в общем красиво красиво даже для тех кто не любит тяжелый металл думаю все равно оценят и трек конечно насыщенный и требует неплохого разрешения и в общем-то наушники с этим справляются на нормальном уровне и верхние частоты тут тоже заметно влияние этого цифрового процессора они немножечко подчеркиваются и вот добавляется немного прозрачности ясности и так далее я как бы не буду лезть к оценке этих наушников аудиофильской точки зрения как я обычно делаю на своем основном канале там придираясь ко всему потому что придраться тут есть к чему но это наушники скажем для те не для аудиофилов а для меломанов ну и в качестве примера для верхних частот их главный хит принципе если не слышали и не видели клип тоже рекомендую верба принципе даже не знаю что про него сказать перкуссия хорошая хор и вот все вот эти вот вещи которые накладывают требования на верхние частоты и вот наушники это отыгрывают довольно ясно детально с необходимым для металла уровнем агрессии так что вот такой вот звук немножко v-образная а чеха такая подчеркнута веселость подчеркнута немного сцена то есть как бы вот есть вот эти вот окрашенности что с точки зрения аудиофилии фу-фу-фу а с точки зрения обычного человека прекрасно и так и должно быть так что про звук вы услышали а теперь давайте вернемся на самом деле к самим наушникам принципе по характеристикам из интересного работают они где-то на протяжении четырех с половиной пяти часов от одного заряда в кейсе со включенным шумоподавлением с выключенным там даже еще больше получится они кейс позволяет зарядить их еще раза три поддерживается быстрая зарядка в кейсе то есть где-то за там по-моему я не помню точный цифр ну типа 15 минут зарядки на хватит на 1 час прослушивания что-то такое а примерно полтора часа нужно им чтобы полностью зарядиться в кейсе но и сам кейсик заряжается за три с половиной часа в общем вот такая вот у них коробочка там комплект поставки довольно очевидный то есть кейсик наушники нет насадки запасные провод в общем пропустим эту часть с инбоксингом она не всем нравится поэтому можете поверить не на слово сам кейс крупноватый но удобный такой вот все на магнитах все хорошо защелкивается то есть вот вставили наушники они попали в кейс и кейсик начинает их заряжать подмигивая вот тут светодиодиком когда нужно их достали вставили в ухе они подключились к источнику и слушаем все на магнитах все держится хорошо поначалу скажем казалось что с таким размером они в уши будут плохо садиться но на самом деле опять же и c sony поэтому проблем с посадкой не возникает ну по крайней мере в мои разработанные аудиофилии уши подобрали правильно насадку то есть вот так вот а нас они садятся в ухе и хорошо держатся поэтому в принципе с этим проблем не возникает довольно неплохо работают микрофоны естественно их тут два и поэтому нау хорошо хорошая софтовая начинка поэтому даже в шумном окружении наушники отсекают шум не идеально скажем то есть не будет там полной тишины вокруг вас если вы стоите под дождем в проезжающем поезде метро скажем где-то на задней платформе испытывают авиационную турбину но в общем вас будет слышно то есть как бы да если вам нужно звонить по телефону и вам нужны true wireless наушники для этого с этим справляются хорошо apple и sony может быть кто-то еще ну скажем пока ко мне они в руки не попадали шумоподавление прекрасно отсекает монотонный особенно низкочастотный шум со всем остальным принципе неплохо справляется и пассивное шумоподавление разумеется тут есть функция как называется прозрачности активируется можно выбрать как она активируется но скажем логично поставить ее на сенсорное управление тут на двух наушниках есть два сенсорных участка то есть на левом и на правом и можно выбирать что с ними делать даже прижимаем левый наушник и сразу слышно что происходит вокруг вас то есть как идете там вам бабки возле подъезда что-то говорят вы так раз пальчик уху приложили и слышно они там петька наркоман пошел брали палец и вам на них все равно абсолютно пусть бухтят в общем прекрасное шумоподавление для внутриканалок true wireless и как бы тут очевидно что sony с этим справились на хорошем уровне и опять же естественно не обошлось без приложения для управления вот называется программка headphones так скачала на меня очередной софтовый апдейт но потом скажем будем заниматься им потом после запуска вот тут информация про заряд каждого наушника про заряд кейса но тут то что ж такое мешает они записи периодически пытаются обновиться управляем мы тут вот этим вот фоновым шумом можем сфокусироваться на голосе или же выбрать промахнулся в общем тут можно выбирать насколько он фокусируется на голосе и насколько есть насколько проникает вот этот вот внешний звук и насколько вам необходимо и если надо то вы можете сфокусироваться на голосе в общем видите тут наглядная картинка показывает что отсечет шумодав а что будет не слышно то есть это полное шумоподавление а чем дальше сдвигаем тем больше окружающего шума вам будет слышно эквалайзер эквалайзер есть с различными настройками но можно конечно настроить и самому то есть нажимаем тут и дальше вот можно по частотам выбирать что вы хотите ну и конечно же функция clear bass это вот то то самое усиление низких частот от sony про который я говорил можно навернуть себе низких частот ну или наоборот немного их убрать и зависимости от того что вам необходимо и что вам нравится разумеется влияние эквалайзера незаметно потому что слышно обработка сигнала имеет место быть и всегда и поэтому эквалайзер работает хорошо всегда видит какой трек воспроизводится скажем ну тут наверное части заслуга фил дальше можно выбрать нужно ли ставить наушники на паузу когда их вынимаешь из уха а вот дальше интересная штука но скажем тут я этого не покажу потому что единственное устройство на котором я это могу проделать это iphone на который я это снимаю но в общем фишка в том что можно проанализировать форму своего уха нажимаете кнопку analyze и дальше наводите смартфон на ухо он делает фоточку и анализирует это все и после этого улучшает звук соответствии с формой вашего оха и также если есть вот эти вот 360 реалити звук с поддержкой кому там дизер это начал поддерживать еще кто-то то можно оптимизировать звук для этого можно выбрать приоритет на стабильное соединение или на качество звука но на самом деле даже с приоритетом на качестве звука все равно держится соединение хорошо иногда скажем возможно заикание если вы попали куда-то где много вокруг вай-фа источников там шума то есть каком бы допустим торговый центр тогда они могут заикаться немножко но в принципе они с этим сталкиваетесь редко можно включить выключить ds и и и вот та штука которая очень удобно но всех начинает жалеть что ушей у человека всего два можно выбрать что происходит при тапе на левое ухо и на правое вот на левое всегда всегда ставлю ambient sound control то есть контроль этого ambient sound то есть одиночный тап он переключает шумоподавление фонов окружающий звук и отключает его а длительное нажатие тут то что я говорил нажимаете и слышно что происходит вокруг вас на правое я поставил регулировку громкости но на самом деле тут в управление воспроизведением тоже нужно и вот все время нужно думать что тебе нужнее регулировка громкостью управление воспроизведением я оставил регулировку громкости потому что управление воспроизведением делается просто в наушничек и звук отчпок и звук ставится на паузу автоматическое выключение нужно ли вам голосовое уведомление можно выбрать язык в общем-то и видите попутно загружается свежая прошивка еще которая буквально несколько дней назад вышла так что в общем управление наушниками тоже делается от и до в принципе уже 17 минут вышло обзора наверное нужно его сворачивать поэтому в общем вот такие вот wf 1000 x m3 наушники очень меломанские с вовлекающим таким подчеркнуто вовлекающим звуком кучей возможностей насыщенных в общем все как здорово и красиво умеет делать фирма sony поэтому если вы ищете себе true wireless модель действительно функционально насыщенную то это хорошая опция но в будущем надеюсь я наберу себе побольше разных твс ок и буду их между собой сравнивать но это будет уже потом спасибо за внимание